Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Дело в том, что мне впервые кажется, что со мной что-то не так в плане здоровья. Постоянно болит в области сердца, сводит руку, часто пульс и при этом низкая добавление. Ну, подобные симптомы, учитывая, что по медицинским показателям у вас все в порядке. Подобные симптомы, в первую очередь, следует рассматривать в контексте временного промежутка, когда они начались. Когда вы заметили, что вы так себя чувствуете. Дальше, ходила в клинику, сказали все хорошо. Ну, понимаете, вам не могли сказать, что у вас все хорошо. Вам должны были предоставить анализы, где описана ваша, скажем так, карта. Показан, показан уровень и количество витаминов, давлений, все, вся информация, если вы были на обследовании. Я осуществую, бегу сдавать анализы. Мне кажется, что врачи упустили в какой-то момент, не доглядели. А у меня реальные проблемы со здоровьем. Но то, что вы описываете, это признаки стероидного поведения, то есть болезненные потребности во внимание. Человек привлекает к себе внимание через болезни, через болезни, через болезни. То есть у вас есть потребность во внимание. Вопрос в том, из чего она получается. Это самая потребность. Дальше идем. Меня кидает холодный повод, когда я стою с своими мыслями наедине. А что это замысило? Я все время читал в интернете про инсульт инфаркт. Смотрите, вы описываете ситуацию такую, скажем так, ситуацию достаточно интересную. В которой вы свое здоровье, да, как бы, ставите на первый план. Вот. То есть вам вот здоровье получает вот, что очень важно. Это не плохо, что вам ваше здоровье очень важно. Это хорошо, что ваше здоровье для вас важно, но как, наверное, вы сами вспоминаете, да, что как будто бы вот слишком много внимания вы ему своему здоровью в смысле здесь уделяете. И вопрос здесь заключается в том, почему это для вас возможно. Да? То есть каким образом, каким образом, для вас это возможно. то вот вы вот все время, ну, много уделяете внимания вот этому факту. Опять же, ну, как говорит о том, что это, допустим, случайно, ну, случайно, да, ну, наверное, несколько несталится обратно. Мы понимаем, что, скорее всего, это не случайно. Это вот та же потребность во внимании с одной стороны. Вот. И с другой стороны, вот, то, что вам, то, что вам мой коллега, Зарусок Игорь Леонидович сказал, значит, про то, что вы боитесь смерти, это вот тоже очень-очень важный момент. Правда, не менее важным моментом является и обстоятельство того, что человек боится смерти. Бывает панический атак, ну, так если у вас бывает панический атак, то, что вам нужно обратиться, опять же, в данном случае, к врачу, да, значит, к психиатру, либо к клиническому психологу, вот. И, значит, врач вам, как раз-таки назначит лечение, назначит вам необходимые, вот, как раз, значит, процедуры, вот, для того, чтобы, ну, была возможность вам помочь, как раз. То есть, ну, тут, тут, какой тут, просто, может быть, вариант еще, вот. То есть, если, 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 если у вас есть все основания полагать, что это паническая атака, вот, понимаете, да, понимаете, да, то и работать с ними нужно в таком же ключе. Дальше. Я, там, точно проживаю за своих близких, мне становится плохо, если кто-то не берет трубку, уровень тревожный миллион. Ну, опять же, здесь, вот, у вас прослеживается, что, в первую очередь, зависим от других людей. Да, ощущение, что, вот, без других людей, да, я, там, например, умру, или случится со мной что-то плохое, допустим. То есть, позиция здесь на ПК. В этом ключе ваши мысли о смерти являются не такими, очень нерациональными, потому что, потому что, подобная модель, вы можете пытаться освободиться. То есть, это просто вот элемент такой, ну, вот, такой элемент, да, того, что вы пытаетесь достать, ну, скажем так, свободно несколько, вот, потому что очень-очень тяжело и трудно вам находиться, вот, в постоянном, получается, в постоянном получается напряжении, вот, так что я думаю, что вот это, вот это ваша позиция, что без, там, своих близких, например, я пропаду, да, без своих близких, я умру, значит, что-то случится, это, вот, фактор, там, по себе, достаточно серьезно. Я не знаю, как с этим бороться. Ну, с психологом работать, перед этим я обратился к ее врачу-психиатру. Были сердце, в желудке, спазмы, некие, я ощущаю, в реальности, но, судя по показаниям, все хорошо. Это психолог, как жизнь дальше вести, не знаю. А, ради чего? Ну, вот, давайте, подумаем. А, вот, если не будет, у вас вот этого, скажем так, симптом, а, да? Что вы будете делать? Как будет выглядеть ваша жизнь тогда? Вот. Чем, чем вы займетесь, можете ответить на этот вопрос? Вообще, это, конечно, вопрос и достаточно серьезный запрос на психотерапию. То, что, вот, вы описываете. Это очень серьезный запрос на психотерапию. Поэтому, конечно, я рекомендовал бы вам, там, выбрать себе психолога после того, как обратиться к врачу, вот, и начать психотерапию. Дальше выхожу замуж, переезжаю, боюсь находиться там, где нет больницы, чтобы можно было сходиться и пройти обследование. Но, опять же, нет ощущения, что, чтобы от этого счастливать, от того, что вы выходите замуж или из-за того, что принять. Вот. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Удачи вам. Всего самого доброго. Сarchy.